всем добрый вечер всем здравствуйте вот такую мы с вами красоту сегодня будем делать смотрите какая красота просто это просто что-то потрясающее да как круто кончику присоединяйтесь к нам тема сегодняшнего нашего прямого эфира это вязаные дизайны мы начинаем с вами утепляться до создавать интересные крутые варианты дизайна для ваших клиентов радовать их новинками поэтому сегодня покажу очень интересные варианты вязки как ее делаю я и вот покажу такие варианты интересные и также сделаем с вами вот такую сложность эти какая она крутая действительно очень похоже на свитер ну вот или как это круто смотрится это просто офигенно на самом деле это не так и сложно как кажется на первый взгляд но это просто просто бомба давайте мы начнем с простых так сказать расскажу основу на как делать вот такую тоже интересную некрасивую быструю вязку как у вас вообще обстоят дела с дизайном девчонки новый год какие чаще всего варианты предлагают ваши клиенты и просят жду ваших комментариев пожалуйста пишите мне очень интересно узнать как у вас обстоят дела скажем так с новогодним дизайнер что сейчас популярное что сейчас просит ваши клиенты больше так и возьму красивый какой-нибудь интересный цвет который мы допустим еще ни разу не пробовали в наших прямых эфирах что-нибудь интереснее к вам показать давайте возьму вот такой приятно нежно-розовый оттенок от нас номер двадцать седьмой очень красивый получится очень красивая вязка и нанесу в один тонкий слой на типс такой вот потрясающий оттенок очень нежный и красивый и фиксирую его в лаке так жду еще мастер окна потихонечку присоединяются всем 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 добрый вечер здесь не очень хорошо слышно и видно так и для этого варианта мы с вами сделаем следующее мы возьмем всеми любимую паутинку и просто немножечко мы поиграемся с нашей паутинкой вот мы просушили наш фоновый цвет далее беру паутинку тема сегодняшнего эфира это вязаная дизайна мы с вами поделаем очень красивую модную вязку вот такие интересные вязаные дизайны мы с вами сделаем готовимся с вами потихонечку к новому году итак теперь я беру паутинку наша белая паутинка и аккуратненько начинаю ее наматывать на ноготочек такое слово конечно мне очень нравится наматывать я использую всего палочку апельсиновую либо использую кисточку и перед тем как начать работать паутинка я ее немножечко вот так знаете как будто так размешивая но не размешиваясь я настраиваюсь чтобы паутинка хорошо тянулась можно немножечко даже ее как будто вот так под размешать это же начать потихонечку тянуть она очень хорошо тянется давайте мы немножечко поэкспериментируем и вот такие вот очень аккуратные линии мы наматываем прям по всему ноготочку линии делаю максимально тоненькими прям вот максимально максимально тонкими слишком толстой линии делать здесь не нужно далее можно например по диагональке сделать линии то есть наша цель с вами сейчас просто придать вот такой интересный фон до под вязку то есть не просто однотонный а немножечко мы поиграемся и добавляем вот такой фон на вязку все фиксируем теперь в лампе закрываем паутинку вот использовала белую нашу стандартную паутинку всем еще раз драться там присоединяется все просушили наш фон и далее перекрываю матовым топом тоненько аккуратненько перекрываем матовым топом и тоже фиксируем в лампе матовый топ использую космобиль ве тон без липкого слонего очень приятный финиш такой очень нежный прям вот очень нравится от матовый топ здравствуйте можно конечно же носите глянцевый таблиц уже смотрите как вам больше нравится и что мы делаем дальше далее на палитру капаю капельку нашего основного цвета и к нему на палитру добавляю капельку белого то есть я сделаю цвет посветлее и все это аккуратненько перемешаем то есть я делаю вязку не тем же самым цветом я немножечко цвет меня и делаю его посветлее чтобы вязка смотрелось еще интереснее и необычнее вот наша подложка просохла и далее берем любую кисть вообще абсолютно любую вы вам больше нравится работать я возьму тоненькую аккуратную кисточку и начнем вязать всеми любимую вязку сейчас я вас поближе немножечко сделаю и начинаем я люблю начинать по центру я больше берет вязками на по матовому топу потому что по глянцу она очень сильно растекается поэтому я предпочитаю больше делать именно по матовому топ и так она точно никуда у меня так прошу прощения так на точно никуда у меня не убежит никуда она у меня не растечется поэтому я больше предпочитаю делать вязку именно по матовому топу так спрошу прощения пытаются да нет дозвониться и рисую вот такую косичку пока мы с вами делаем очень простую вязку несложную просто показываю как можно ее так скажем разнообразить мы вот сейчас с вами играемся с фоном нарисовали далее я люблю еще нарисовать рядышком просто вот такие линии и здесь тоже нарисуем пару капелек так с другой стороны тоже нарисуем линию вообще обожаю дать и вязаный дизайн у меня наверное в декабре клиенток так скажем 10 100 процентов просят вязку они из года в год делают такой дизайн им очень нравится здесь тоже немножечко мы добавим парочку таких вот полосочек все сделали и далее можно посыпать чем угодно если буду посыпать песком бархатный можно посыпать акриловой пудрой но один вариант мы сами сделаем именно с бархатным песком он немножко погрубее идет а второй вариант мы сами уже сделаем при помощи акриловой пудры да делаю я все гей-лаком и аккуратненько посыпаю посыпаю и встряхиваю обильник обильника посыпаем гей-лак я не фиксировала в лампе и убираем и так я посыпаю аккуратненько самое главное чтобы все везде у нас было пропитано бархатным песком еще самое важное девчоночки вот в таком виде мы ни в коем случае в лампу не отпускаем не слушаем с таким большим количеством пудры либо бархатного песка мы обязательно все излишки убирая проверяем чтобы нигде у нас не блестел жидкий гей-лак мы обязательно все это дело проверяем еще дам дополнительно можно посыпать стряхиваем все излишки и убираем на просушку сушим и минутку можно сушить и дольше самое главное сушить подольше но обязательно перед полимеризации мы убираем все излишки иначе просто из-за огромного количества пудры либо бархатного песка у вас просто гей-лак внутри не просто потому что лучи просто не смогут попасть внутрь и вы не сможете просушить поэтому обязательно мы стряхиваем все излишки подождем короче все на сами заполимеризуется и мягкой щеткой я возьму вот такую мягкую щетку не люблю использовать жестким необычно для таких занят прям припасена отдельная щеточка вот такая мягкая рыбка там ракушка кто как называет я чаще всего убираю излишки именно ей она очень мягкая деликатная очень хорошо все это убирает так высушили и убираем излишки и смотрите как получается контраст что у нас с вами и фон был не чисто белый не чистый как бы однотонным его разбавили паутинкой и плюс мы с вами саму вязку сделали оттенком посветлее и смотрится это выигрыш не смотрится это гораздо интереснее чем вязка была бы тон в тон с базовым цветом это такой тоже базовый вариант дизайна но давайте перейдем уже вот к таким вот таким интересным и сложным вариантом такого вы точно еще наверное не делали поэтому предлагаю сейчас такой вариант сделать предлагаю взять вот такой вариант и первое что мы делаем мы покрываем типс белым гель-лаком аккуратненько в один тонкий слой наношу белый гель-лак после после пудры нет зачем покрывать ее топом девчоночки зачем нанесла гель-лак номер 001 в один слой фиксирую в лампе а зачем нам покрывать ее топом у нас же есть вся суть весь смысл в том чтобы это было такой вот пушистый мягкий плюшевый дизайн поэтому ни в коем случае покрывать топом не нужно во первых даже если вы перекроете топом у вас вся вот эта вот пушистость она уйдет пудра носится замечательно пудра носится отлично того что она у вас уже впитал из гель-лак и все носится хорошо единственное что может с пудрой произвести просто может вас запачкаться а в остальном никаких проблем с ней нет то есть на очень хорошо носится никаких проблем в этом плане с ней нет просто нам нужно немножко запачкаться вот и все стирается на не будет откалываться отлетать тоже не будет в этом весь ее и прикол вся ее фишка вся ее красота что мы не перекрываем топом атаковать объемный нас получается выпуклый дизайн потом ни в коем случае не прикрываем но давайте сделаем наверное не такой вариант ну смесь такой же но немножечко поиграем со цветами и возьмем другие оттенки например давайте возьмем синюю гамму хочу почему-то сделать я в синей гамме такой немножко в голубой да сейчас покажу какие оттенки возьму вот я взяла три оттенка 8182 и 84 вот они красивые такие три оттенка темные светлые и такой средний между ними оттенок и берем нашу тоненькую кисточку и аккуратненько мы сначала работаем просто с цветами так секундочку соберусь настроюсь так сначала берем самый-самый темный оттенок и наносим так точно что что-то мне пудра попала наносим его сверху добрый вечер рисуем полосочку сверху нарисовали полосочку сверху и чтобы все хорошо у нас с вами просыхало чтобы у нас полосочки вместе никак не склеились и не растеклись поэтому лучше сшить их по очереди так почищу здесь пространство сейчас на самом деле вот такой дизайн только что она присоединяется мы сейчас делаем такую вот сложную интересную вязку она очень красивая так далее начнем как раз таки рисовать мы центральный фрагмент рисую линию примерно по центру да по времени конечно он подольше его рисовать спорить я здесь с вами не буду но результат конечно получается очень крутой поэтому думаю немножко помучатся и это того стоит далее рисую полосочку параллельно так так здесь вам видно вот здесь и такую же рисую полосочку рядышком да все эфиры мы сохраняем сюда мы все эфиры сохраняем потом вы сможете их пересмотреть нарисовала и мы их соединяем вот здесь и здесь тоже соединяем самое главное просто разобрать этот дизайн на составляющие дальше вам уже не будет так сложно его же будет четко видеть картинку такс и рядышком мы рисуем еще две линии снизу но уже покороче вот еще нарисовала это же мы их соединяем треугольничком и здесь то же самое такс соединили и также здесь у нас тоже будет такой вот треугольничек и теперь все это заполняем мы цветом так не спеша аккуратненько заполняем такс можно немножечко типс повернуть и заполним уже здесь такс можно да конечно липкий слой а зачем снимать липкость просто с какой целью нам снимать липкий слой что он нам плохого сделает конечно все рисую на липкость остался на своем последний фрагмент так нет правда дизайн немножко по времени не 5 минут конечно рисуется но результат конечно потрясающий все нарисовали здесь тоже все мы аккуратненько разравниваем выравниваем все сделали и сразу же можно взять светлый оттенок светлый голубой и нарисовать здесь тоже еще одну полосочку то есть беру еще самый-самый светлый оттенок и вот здесь тоже я хочу рисовать еще одну полосочку так нарисовать же у нас такой зимний мотив до намечается уже виден у нас и еще здесь мы можно принципе одинаково нарисовать то есть например вот здесь тоже нарисовать голубую полосочку и потом на кончике темно-синю на чтобы он такой был у нас похоже на свитер очень интересный вариант так проверяем ровность линий и фиксируем в лампе кисть вот кисть рублев можно брать любую тонкую кисть вообще абсолютно без разницы здесь нам слишком тонкие линии нужны детальная прорисовка поэтому можно вообще любую абсолютно брать кисть здесь справится кисть любая так и нам осталось с вами уже совсем чуть-чуть можно рисовать чем угодно можно рисовать и гель-красками можно рисовать и края и гель-лаками и здесь уже как вам больше нравится здесь принципе никаких ошибок нет рисуете чем вам комфортно все на с вами последний фрагмент и перейдем уже к самому интересному такая вот нас красота смотрите да прям уже вижу какая нас получится сами красота все фиксирую в лампе и перекроем и матовым топом как он такой вариант и шалочки будете предлагать клиентам мне кажется очень крутой вариант он очень необычный и он действительно будет просто привлекать огромное внимание на такой маникюр потому что смотрится он очень круто и мало кто из мастеров такой захочет вариант обязательно пробуйте и предлагайте вашим клиентам радуйте их вот такими крутыми интересными вариантами им сто процентов понравится потому что вот такую простую вязку может делать каждый мастер согласитесь да но вот такую интересную не каждый мастер уже возьмется воплотить поэтому будьте уникальными выделяйтесь пробуйте для этого мы в прямых эфирах и показываем как вот такие варианты можно делать беру матовый топ у нас матовый топ без липкого слоя но если вы используете матовые топы с липким слоем то обязательно перед тем как делать вязку липкость убирая чтобы пудра либо бархатный песок были только там где нам это нужно тоненьким слоем аккуратненько наношу матовый топ и фиксирую в лампе а очень красивым только если есть время дизайн но это да он немножко подольше делается но ради такого можно и посидеть можно смешать не краску с гелем смешать краску с гелем краску если имеется до прозрачный гель то зачем он вот прозрачным если имеется то что смешать гель краску с гелилаком то пожалуйста можно смешивать у вас и консистенции ножка будет даже такая погуще поприятнее что немножко гель-лаки по консистенции пожиже и туда нежели чем гель-краски то есть гель-краски с гель-лаками смешивать можно на смешивать краску с гелем если именно гель который прозрачный для наращивания то здесь зачем все мы перекрыли матовым топом и теперь начинается скажем так самое самое сложное не сложное самое интересное такс и начинаем и вязать до веб-дизайн за 300 все верно начинаем мы с темно-синего цвета я его ни с чем сейчас не смешиваю просто ставлю маленькие вот такие капельки если же конечно лучше кисточку взять другую такой кисточкой не очень удобно делать вязку потому что с нее гель-лак скатывается и аккуратненько ставим капельки и сразу же я беру акриловую пудру сразу же прям вот сразу и посыпаем аккуратненько обильником и посыпаем посыпала проверяю что у меня все везде матовое в пудре и фиксирую в лампе почему я каждый этап сушу в лампе отдельно и почему я сразу же весь не наношу на весь дизайн сразу же гель-лаки и не посыпаю сверху потому что гель-лаки они по своим свойствам они жиже да чем гель-краска гель-краска у нас густая но мы с вами работаем чтобы нас с вами совпадал тон с тоном да поэтому мы с вами работаем именно гель-лаками сейчас гель-лаки по консистенции жижи если вы будете стать вот так вот близко капельки у вас просто может произойти очень неприятная ситуация у вас вот здесь на границе может просто они стечутся вас будет просто пятно некрасивое а мы хотим чтобы у нас было очень красиво аккуратно вязать даже здесь у меня видно вот видите этот нюанс что вот я поторопилась у меня стеклись они на границе пусть за такое пятнышко поэтому чтобы такого не было лучше сушить все по отдельности просушили убрали излишки и продолжаем двигаться дальше поработаю пока что я одним цветом дать и слушать конечно покороче но я человек ленивый мне лень идти за другой кисточкой поэтому я буду мучиться с этой покороче и потолще нужно взять и что было вам удобнее так а здесь я уже ставлю их по другим углом то есть да как будто так ножка друг на друга идут такой елочкой да чтобы смотрелось еще интереснее все и сразу же покрываю что видно что начинает гей-лак немножечко ой растекаться но дотсом понимаете дотсом вас просто будут точки а у нас мне хочется именно не точки сделать а мне хочется именно такие как будто как капельки продолговатые как бы если в технике дотсом работать то просто вас будут такие как точечки шарики да эти круглые а я хочу чтобы форма была у них неровная поэтому я использую именно кисточку не использую дотс и плюс дотс такого объемчика нам не даст поэтому лучше такие работать именно кисточкой нанесла и фиксируем в лапе ну что дотс останется в центре такая прям вот ямочка дырочка и дотсом получается плоские элементы поэтому лучше таки взять кисть и возьму кисть потолще возьму вот такую кисть она будет потолще и ей сейчас будем ставить мы капельки чтобы процесс на с вами пошел побыстрее немножко да он такой немножечко долгий процесс но девчаночки он того стоит результат вы можете сами посмотреть конечно просто потрясающе смотрится это офигенно это необычно лучше взять пудру потому что песок он грубовато все верно он будет вот здесь видите он такой прям грубоватый можно конечно и песок но здесь у нас очень мелкие получаются элементы поэтому лучше таки взять именно акриловую пудру мелкого помола и обязательно используем пудру прозрачную чтобы она нас не меняла цвет и чтобы дизайн был такой какой мы его задумали так снова с вами уже двигаемся на сами уже много что сделано теперь берем следующий оттенок так и так же ставим капельки эти кисть взяла потолще и сразу процесс пошел у меня быстрее самое главное близко друг другу капельки не ставить чтобы они тоже на границе не стекли так сразу же тоже посыпаем пудрой видите можно спокойно в процессе не сразу же весь дизайн посыпать пудрой можно по очереди посыпали пудрой просушили убрали излишки двигаемся дальше то есть не обязательно сразу же весь дизайн посыпать пудрой и сразу же ставить везде везде вот эти точки нет это не обязательно все слушаем в лампе мне прям уже знаете не терпится посмотреть на результат какой он получится но это вот конечно очень красиво и на самом деле есть например такой вариант делать на двух ноготочках на каждой ручки то процессом сразу будет быстрее вы будете параллельно рисовать на каждой руке нарисовали правильно сушиться нарисовать правильно сушиться и на самом деле ну в среднем на минут ну максимум семь-десять на этот дизайн у вас уйдет честно не более мы сами видите я вам рассказываю объясняю показываю время идет намного быстрее намного медленнее но на клиентах на самом деле вот честно ну максимум минут десять ну это прям максимум поэтому на самом деле не так долго он делается но зато какой очень крутой получается результат только посмотрите как это будет красиво смотреться но вот это просто вау вот серьезно он не очень напоминает теплый зимний вот действительно свитер вот этого действительно дизайн похож на свитер вот это свитер но как бы такая крупная копия да а вот то что мы сейчас с вами сделаем действительно очень похоже на теплый зимний свитер именно как раз таки по этой вот вязки друзья какая уже у нас получается красота двигаемся дальше так теперь давайте мы заполним вот этот элемент так так то есть каждый цвет я заполняю отдельно так здесь даже если у вас где-то пару капелек вдруг сольются в одну но это на самом деле человеке даже и не критично поэтому даже и не переживайте на фоне общей картины это будет даже и незаметно особенно на клиенты наши уж сто процентов таких такие такую ошибочку они даже и не заметят потому что клиенты на это внимание даже не обращают поэтому честно даже и не переживайте если вдруг где-то у вас капельки вместе сольются это вообще просто мелочи даже не переживайте так все посыпаем хорошенечко акриловой пудрой фиксируем в лампе с вами осталось уже совсем чуть-чуть и насладимся красотой которая с вами получится здравствуйте специально выбрала разные оттенки что показать что можно не только в таком делаете пожалуйста можно вообще в абсолютно любой гамме делать можно подложку делать не из белого гель-лака из другого любого пастельного оттенка поэтому пробуйте экспериментировать его сто процентов тоже все получится такс убираем излишки и переходим к белому гель-лак че секундочку я его на палитру в себе капну такс надеюсь все понятно что мы с вами делаем сейчас только что присоединяется девчоночки такая нас уже с вами получается красота красотенюшка такс продолжаем берем гелый гель-лак и продолжим аккуратненько никуда не спешим так да гелак без стопа конечно же без стопа просто обычный гель-лак рука немножечко начинает дрожать но это нормально такс да полежа с полежа полежа и осталось заполнить здесь так девчоночки в этом вся и суть данного дизайна что мы его ничем с вами не заполняем не закрываем поверх не закрепляем он такой у нас с вами объемный и идет в этом вся суть объемного дизайна он такой у нас пушистые получается это же обычная пудра она очень хорошо носится единственное что она просто может немножко у вас запачкаться и все в остальном все хорошо стираться она не будет скалываться тоже она не будет поэтому все хорошо осталось на сами совсем чуть-чуть есть тоже мы очень аккуратненько проходимся все все мы с вами сделали проверяем такс и посыпаем акриловой пудрой даже здесь знаете не прям так важно чтобы все наши капельки вот эти да были прямо четко по одной линии это честно даже не настолько здесь важно не нужно так себя заморачиваться и делать все скажем так идеально нет друзья какая у нас получается красота сейчас просушим в лампе покажу что у нас получилось по итогу это очень красиво по зимнему теплый знаете спасибо огромное доступно показать спасибо огромное и правда очень старалась доступно объяснить схемы что на самом день так сложно его делать все очень легко просто и доступно поэтому пробуйте обязательно у нас тоже все получится покажу наш итоговый результат это вот вот это правда свитер действительно теплый зимний потрясающе красивый дизайн и вот второй вариант который мы сделали с вами вместе в прямом эфире смотрите какая красота вот действительно теплый зимний вариант прям очень похож на свитер такой теплый красивый приятный свитер вообще красота просто красота красоте мишка обязательно пробуйте щенки предлагайте вашим клиентам вот такие интересные варианты дизайнов также нет то есть еще один был вариант такого же теплого свитера вот такой еще вязки скажем так поэтому пробуйте обязательно предлагайте вашим клиентам вот такую красоту спасибо большое быстро интересно как так делают спасибо огромное действительно очень приятно что наш эфир был вам полезен на этом с вами потихонечку прощаться такой у нас получился с вами сегодня интересный прямой эфир готовимся к с вами мы к холодной зиме утепляем наши ноготочки поэтому всем еще раз спасибо огромное за эфир эфир я сохраню обязательно сейчас украску сохранять жду вас на других наших прямых эфирах у нас пресса с вами очень много крутых интересных тем поэтому оставайтесь с нами будем учиться вместе создавать красоту ноготках всем огромное спасибо за внимание спасибо за эфир хорошего вечера хороших выходных и всем пока пока пока